Дело в том, что театр всегда по своей природе, он имеет такую свою судьбу, это карно-театр, когда он обязательно имеет свои взлеты, свои падения, и это абсолютно не касается все, что происходит за стенами театра, имеется в виду кризис там, главное, чтобы не был кризис в душе. А театр, он всегда существует каким образом еще? Он при том или ином руководителе, при том или ином режиссере, при том или иной ситуации, он идет на взлет, на взлет долго, это счастливый период театра, а потом наступает обязательно какой-то период спада. Дай Бог, чтобы этот спад был очень недлительным, тогда театр, в общем-то, выплывает и живет дальше с надеждой на то, что он поднимется вновь, и какой-то будет внешний толчок, внутренний толчок, переосмысление, переоценка ценностей, как можно так и говорить. Так что, я еще раз повторяюсь, кризис внешний, он абсолютно практически никак не отражается на прихода зрителя в театр, потому что здесь многое, конечно, зависит непосредственно от самого театра, что у нас есть в репертуаре, что мы показываем, что мы делаем, как мы работаем со зрителем. Вот эти все составляющие, которые и есть на сегодняшний момент. Ну, кризис в театре связан, прежде всего, с кризисом общим. Но, что касается нашего театра, украинского, мы переживаем кризис с творческими победами. Вот мы творческо существуем, творчески живем и на этом выживаем. К сожалению, помощи ниоткуда ждать не приходится, потому что сейчас действительно очень сложно, хотя и до этого было мало помощи. Но в данном случае наша борьба, мы говорим языком спектаклей и нашими сердцами, потому что пережить кризис надо иметь сильный дух, а у нас сильный дух. Знаете, я думаю, что в театре пережить кризис намного легче, чем в других областях, потому что в театре нет ничего невозможного, есть только затруднительное. Театр, так сказать, если существо, очень условность, это условность. Внимание, сейчас отпусти на рот мой, пожалуйста, на номер. Вот эта условность дает очень большие возможности для творчества, для выхода из ситуаций сложных, жизненных. Театр очень многое дает и нам, и окружающим нас людям, а это наши зрители. Ну, особенность нашего театра, во-первых, украинский театр в Одессе, в русскоязычной. Во-вторых, украинский театр на Украине, и мы эту марку держим. Когда люди задают вопрос, а вы на каком языке работаете, ну, в Одессе обычно такой вопрос, я им говорю, вы живете на Украине, мы работаем на украинском языке. И которые приходят сюда с неохотой к украинскому языку, остаются нашими поклонниками. И, наверное, в этом наша сила. Особенность нашего театра, что он музыкальный, в первую очередь, и разножанровый, потому что у нас есть и мюзиклы, и рок-оперы, и классическая оперета, и музыкальные комедии. В общем, очень большое количество, и люди любых вкусов, и музыкальных в основном, имеют возможность найти у нас что-то для себя. Еще одним специфическим, извините, является то, что наш театр всегда был первооткрывателем в жанре. Мы очень много ставим произведений в первый раз. Первый раз они звучат на одесской сцене, и когда-то, когда, в общем, такое большое постсоветское пространство, и все театры, у нас всего постсоветского пространства, 16 театров нашего жанра, и они, если проходил спектакль, был написан и проходил в Одессе, то тогда он шел по всей большой стране. Мы далеко не самый последний театр, сегодня мы уже на другом уровне, в другом измерении. Мы действительно много объездили по миру с фестивалями, многие страны, во многих странах. И нам бы хотелось, чтобы мы не только там видели полные зрительные залы, а нам бы хотелось, чтобы мы чаще видели у себя. Мы не жалуемся на зрителя. У нас зритель ходит, мы любим его, мы умеем с ним работать, но нам всегда хотелось бы, чтобы зрителей приходило как можно больше. Потому что театр – это такая субстанция, когда ты начинаешь сопереживать вместе с теми, кто находится на сцене, и переживать за них, и не знаешь, чем закончится. Иногда разворачиваются события так, что ты близко себе не представляешь, что автор задумал в финале этого спектакля, пьесы своей. Театр дает возможность отключиться от повседневности. И вот благодаря, как дает другую пищу уму, возможность думать, возможность сопоставлять. Вот опять-таки я говорю об условности. Вот как математика. Ну, принято, что 20-24. Мы же это как бы не оспариваем. Математика тоже очень условная. Я всегда говорю своим коллегам, молодым людям, что нельзя никогда пренебрегать занятиями математики, потому что это дает пищу для ума. И театр, который условный, дает пищу для ума. Я вообще, когда читаю пьесу, я не читаю ее на мониторе. Я не люблю. Я получаю информацию с монитора, но непосредственно пьесу я не читаю. Почему? Потому что очень часто ты, прочитав страницу, перелеснул, через две страницы возвращаешься обратно, для того, чтобы посмотреть, почему произошло то или иное событие, почему через две страницы идет такой поворот. Этого не сделаешь на электронном мониторе. Можно вернуться, но это уже неинтересно. Это когда в руках живет, перед тобой живой текст. Так вот, зритель, приходящий к нам в театр, я не сомневаюсь и секунды, когда очень серьезное произведение, а мы это уже на себе почувствовали неоднократно. Серьезное произведение, хорошее, и они никогда не знали, что есть у Чехова спектакль «Дили Ваня», или что есть у Шекспира «Гамлет». Слышали, но не читали. Посмотрев наш спектакль, один, второй, третий, четвертый, постепенно возникает желание пойти в отцовскую библиотеку, если она есть дома, и снять с полки ту книгу, которую ты сегодня смотрел спектакль, и прочитать от начала до конца. Почему это? Вот я сторонник того, что это и есть тот посыл, когда люди отрываются от мониторов, а приходят в живой театр. Во-первых, на мониторе это все не живое. Это обыкновенное кино. Живое общение – это в театре. И когда актер чувствует, вернее, прошу прощения, зритель чувствует, что актер переживает, актер плачет, плачет по-настоящему, смеется по-настоящему, и перед тобой, или когда паночка летит до четвертого ряда в спектакле «Ви», и она над тобой пролетает, и ты понимаешь, что вот это завихрение коснулось и тебя тоже. Ты живешь вместе с героями спектакля. И когда ты это почувствуешь, и когда ты это поймешь, тебе автоматически хочется снова прийти к нам в театр, посмотреть уже другой спектакль, а потом посмотреть третий спектакль. А в свое время мы создали очень интересный проект, он назывался «Уроки искусств». И мы 12 лет вели эту программу, «Уроки искусств». Мы детям младших классов показывали сказки, средним классом показывали, ну, примерно, примерно, там, «Вощь краснокожих» и наподобие этого. А старшеклассникам уже давали Пушкина, старшеклассникам давали Чехова. Сегодня, вы знаете, есть такая, мне нравится, фраза, «Молодежь легче развратить, чем воспитать». Так вот, мы считаем, что сегодня молодежь, кстати, воспитанная не на очень хорошем примере, я имею в виду «Бескусица», «Шерпотреб», который выходит на экраны, и «Ночные клубы», которые повсеместно увлекают. Я вам приведу пример. Я недавно была на дне рождения у своего давнего приятеля в доме Павлова. Там очень красиво, я первый раз туда попала, хороший ресторан, и там было три стола. Один наш, другой молодежной девочки, почему-то, не восемь девок, а семь девчонок, и трое мальчишек, и компания таких, среднего возраста. Вот такая компания, и там оказалось, меня кое-кто узнал, и я вдруг поняла, как себя вели девчонки, классные девочки, очаровательные, но что они пели, и как они реагировали на вот эту вот, ну, потом, когда мы соприкоснулись, и когда они узнали, ну, почему-то там из разных городов было, я не уточняла, вот, что они вообще-то, в театр понятия не имеют, что это такое, понимаете, а я везде, где стараюсь, рассказываю, не вообще об украинском театре, а вообще о театре, вот, ну, нет, миссия такая, наверное, в жизни, не театр, а духовность, духовная жизнь, вот, и я поняла, что я смотрел на этих девчонок, которые вот на таких вот каблуках, правда, я не знаю, что с ними будет к сорока годам с их костями, вот, но мне жалко их было, и они танцевали, ну, классно танцевали, и классно кричали, лапа, какая-то песня, лапа, я не знаю, как она называется, в 95-м квартале они там пели недавно, ну, я не знаю этих песен, вот, и я просто поняла, что вот этими детьми надо заниматься, и заниматься надо с детского сада, вот, когда я говорю о том, что кукольный театр идти, театр кукол, если он хороший, потом вы придете к нам, потом вы придете в филармонию, потом вы придете в оперный театр, детьми надо заниматься, Мы стали кураторами, заинтересованными кураторами, в хорошем смысле этого слова заинтересованными, кураторами программы, есть такое предприятие Gold Media Group, это лаборатория ораторского мастерства. И вот в этой лаборатории я всегда выступаю один раз, когда набирается группа, я выступаю один раз, это как бы запускаю их, и мои пожелания к слушателям лаборатории. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Именно только этим занимаюсь. Нет, там своя программа, свои преподаватели, но эстетику прививаем, показывая о том и рассказывая о том, что по окончанию курсов театр будет счастлив видеть людей, приходящих в зрительный зал, не в сапогах, не в пальто. Минуя гардероб, приходя в зрительный зал, хотя у нас прекрасный кондиционер, великолепный у нас, сам по себе красивый зал, люди могут сидеть, ну, чтобы только не стоять в очереди по окончанию спектакля. Вот элементарный вопрос. И вот мы стараемся привить вот этими какими-то штрихами. К сожалению, пусть на меня не обижается школа, но это проскакивает в школе мимо ушей. Это никогда не фиксируется детьми, что это необходимо для того, чтобы они пришли. Это не кинотеатр, это театр. Театр – это немножко другая субстанция. В театр надо приходить красиво одетыми, в театр надо приходить в вечерних платьях, в театр надо приходить в красивые обуви. И как в былые времена, которые не так уж сильно далеко, это обыкновенные 25, 30, 40 лет назад приходили с сменой обуви. Так вот, мы стараемся своим искусством, и если у нас есть возможность разговаривать со зрителями, у нас часто есть такая возможность. Или перед премьерой, или какие-то еще события. Я обязательно выступаю, говорю, был бы очень рад, чтобы в зрительном зале люди сидели красиво одеты. Но если он попадает в хороший театр, он меняется в хорошую сторону. Если он попадает в плохой, у него испорченный вкус. Вы сейчас можете мне задать вопрос, а кто определяет вкус? Так вот, вкус определяют люди, которые получили образование, которые читали книги, они сидели в компьютере всегда бесконечно, и которые ходили в театр, а не в ночные клубы, в рестораны. И вот если эти люди занимаются театром, а это есть такие люди, как ни странно, у нас великолепные режиссеры есть, мало их, к сожалению. И вот тогда человек, заходя в театр, начинает думать. Я не говорю сейчас о политике, я говорю о смысле жизни, об отношениях, посмеяться над хорошим юмором, добрым, непошлым, подумать о жизни, об отношениях людей. Пожалуйста, приходите к нам, смотрите семейные сцены, смотрите Иван Франко, украденное счастье. Смотрите Эдип, смотрите Гамлет, и смотрите Сорочинский ярмарок, Эквитка, Снамьяненко, Гоголя, ну все можно здесь увидеть. Тут есть от классики украинской до мировой и современной. Яблонская есть, пожалуйста, очень тяжелый спектакль, но очень проблемный спектакль, который говорит об отношениях людей, о войне, о том, что приносит война. Вот, пожалуйста, вам. Изменяется в первую очередь мышление человека, который хочет поменять свое мышление. Если его тронуло это, он будет думать. Он выйдет со спектакля и захочет почитать Шекспир, захочет вернуться к Гоголю, захочет почитать Ивана Франко, познакомиться с этим. Понимаете? То есть это отличный метод саморазвития, самовоспитания? Самовоспитания нет, это отличный метод воспитания. Сам человек ни к этому не придет, его надо вести. Для этого нужны поводыри и не слепые, а зрячие. Я думаю, что человек, который будет ходить в театр часто, он будет легче воспринимать действительность и будет большим оптимистом, мне кажется. И вот этот свет в конце туннеля будет намного ярче.